Можете буквально пару минут в эфире? Да, да, слушаем. Да, уважаемые зрители, у нас на связи адвокат Фуада Эльман Пашаев. Эльман, расскажите, пожалуйста, последнее событие, что в данный момент происходит вокруг Фуада Абасова? Сейчас мы занимаемся Следственным комитетом возбуждения уголовного дела, привлечем к ответственности людей, которые его здесь перезбили при задержании. И также я скоро уже выезжаю к нему, в изоляцию еду для иммигрантов. Сейчас есть какие-то определенные моменты с ним обсудить. Я думаю, скоро уже его отправят домой в Азербайджан. И он выйдет на эфир, уже со всеми поделится, пообщается, расскажет обо всем. А так, без полнейший беспредел. Я до 20 лет такого беспредела перезагрузку встречал в практике. Чтоб человек, как везерский, избивали в наручных, если как террорист. Даже террорист как-то не везет. Да, Эльман... То, когда приговор вступает на законную силу, приговор, его помещают изоляю, это в тюрьму, только тогда начинается у него такая жизнь, как флага Абасова. Эльман Мелем, есть к вам вопрос нашего уважаемого Саккала, академика. Пожалуйста, слушайте его, пожалуйста. Эльман Мелем, во-первых, большое вам спасибо за ту работу, которую вы делаете в интересах Фуада Абасова, значит, в интересах всей нашей диаспоры. Я хотел бы узнать, прежде всего, как его самочувствие. И я хотел бы... Нет, очень хорошее, там нормально, проблем нет с этим. Я уже приехал, у него все условия уже, все условия. Все. Значит, большое вам спасибо. Вы передайте ему наши наилучшие пожелания. И скажите, что мы все поддерживаем его, желаем ему здоровья и, скорее всего, выхода в эфир. Мы его эфир ждем. Нет, он выйдет. Я надеюсь, что это скоро выйдет. Самое главное, это подолково наказать. Вот кто его избил, как дети. Плюс отменить за апрель, и он вернулся спокойно с своей семьей, что, сами понимаете, дети, где случатся, а он там, в Азербайджане, это будет крайне... Это ужас просто. Эль-Мамель, спасибо вам большое. Желаем вам удачи, дай бы вам здоровья. Спасибо. Ваша задача его вернуть как можно быстрее. Гейтар Мамель говорит, чтобы ваша задача его вернуть здоровым, невредимым, как можно быстрее. Нет, первая задача быстрее он домой поехал, чтобы уехал, вышли изоляции. Я думаю, батья, когда услышали. Вернуть в Россию. Ваша задача отменить все его запреты, и чтобы восстановить его вид на жительство, чтобы он вернулся домой. Иншаллах, иншаллах, чтобы перед врагами лицом грязь не удариться. Спасибо вам. И да, спасибо большое. Саула, Саула. Дорогие друзья, уважаемые гости, только что вы стали свидетелями круглого стола. Гайдар Мамель, спасибо вам огромное, чтобы организовали эту встречу. И вам желаем, дай бы, будем надеяться, чтобы ФАД, скорее всего, выйдет в скором времени, потому что, вот, как адвокат ФАД рассказал, чтобы он должен, вот, ближайший сосед даже вернуться к себе домой. Будем надеяться на лучший исход. И вам спасибо. Я, Физули, Тавадзада и Садайл Габибов для пресс-пресса из Санкт-Петербурга. До следующей встречи. Спасибо. Спасибо большое вам.